Здравствуйте, наши дорогие покупатели! Всех поздравляем с Новым Годом и с Рождеством! Желаем вам в Новом Году здоровья, радости, успехов! И, конечно же, приглашаем в наши магазины Центр Садовода! Центр Садовода! После новогодних праздников все мы будем потихонечку задумываться, как же нам украсить будущей весной и летом наш прекрасный сад. Многие из нас очень любят ампельные растения. Украшать ими не только сады, но и балконы, веранды, террасы. Это выглядит очень красиво и декоративно. Ампельные растения в своем многообразии очень привлекательны, красивы и интересны. И сегодня мы посвятим эту тему этим прекрасным растениям. Хочется вам представить всеми популярное и любимое растение, такой цветок, известный как лабелия. Этим прекрасным растением вы можете украсить балкон, можно подвесить в изящных, интересных кашпо в саду и любоваться с июня по сентябрь. Лучше всего высаживать на рассаду лабелию примерно в конце января-феврале. Такое интересное растение – брахикома. Это интересная гамма цветов, напоминает полевые цветы. Они простые, интересные. Это растение тоже с ветвящимися побегами будет, будет радовать ваш глаз. Чтобы разнообразить композицию цветов, многие дизайнеры используют такие интересные растения, например, как орегано. Очень мягкие цветочки сами по себе. Можно использовать для композиции в кашпо. Они будут свисать. Цвет будет варьироваться от зеленоватого до фиолетового. Очень часто в наши магазины приходит катарантус. Но не все покупатели знают, что он также бывает и ампельный. Это просто восхитительное растение. Во-первых, в сочетании с листиками. Очень разнообразную окраску имеет гамму оттенков. В основном яркую. Высоко неиспадающие плети, достигающие 50-70 см. Они бывают как одного оттенка, с различными вкраплениями. Более нежные и более яркие. И у них очень интересные листья по своей окраске. Его лучше посадить на рассаду примерно в февраль-начало марта. Будет примерно цвести до сентября-октября при хороших погодных условиях. Новинкой хит сезона весны 2023 года будет виола ампельная. Яркие акценты, нежные акценты. Она будет украшать ваше окно, террасу, веранду. Вы можете ее также стричь. И эта красота вас будет радовать до самых заморозков. И что хорошо, она является многолетником. Потом вы можете ее занести в комнатное помещение. У нее пройдет период покоя. А следующей весной она снова вас порадует. Любителей пеларгонии, герани, я также хочу обрадовать. В наших магазинах появилась селекция пеларгонии. Пеларгония щитовидная. Это разновидность ампельной герани. Цветочки здесь будут маленькие. Цветовая гамма также варьируется от нежных до ярких акцентов. И конечно же, среди ампельных растений мне хочется выделить нашу любимую петунью. Мы сделаем 4 акцента. Это на серии Джаконда. Здесь очень много соцветий, которые образуют петуни. Она просто очень сильно быстро идет в рост. И конечно же, хочется поговорить о такой любимой серии петуни, как опера. Цветовая гамма бывает и ярких акцентов, и более нежная. Она очень устойчива к внешним факторам среды, к жаре, к холоду. И поэтому будет радовать наш глаз до самых заморозков. Хочется отметить калибрухуа и петуни суперкаскадную. Цветочек там довольно-таки крупный. От 3 см до 5 см в диаметре. Цветков образуется очень много. Побеги очень длинные, высокие. До 80 см, а то и до метра и больше. Эта серия калибрухуа и петуни суперкаскадная устойчивы к внешним факторам среды, к болезням. И порадует вас до самых заморозков своей прекрасной красотой. Приходите в наши магазины за хорошим настроением, за прекрасными покупками. И сделайте отличный выбор своих ампельных растений. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok